Уверенной победой российской сборной 4-1 закончилась первая игра отборочного тура чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Этот турнир впервые принимает Екатеринбург. Как к непростому матчу Россия-Польша готовились болельщики, спортсмены и охрана стадиона в репортаже Виталия Федотова. На молодых футболистов идут смотреть целыми семьями. Билеты на матч отборочного тура чемпионата Европы среди молодежных команд расходятся как горячие пирожки. Игры такого уровня Екатеринбург принимает впервые. Уральские болельщики ждут зрелища и победы. Мы всегда смотрим по телевизору, а когда есть возможность мы идем на футбол. Я думаю, что Россия сильная команда и мы сегодня всех выиграем. Россия, вперед! За порядком следят усиленные наряды полиции. Они досматривают болельщиков с ног до головы. Зрителей с острыми колющими и прочими запрещенными предметами вежливо останавливают. Вот группе болельщиков не удалось пронести с собой флаг. Полицейские поясняют, основанием триколора можно нечаянно выколоть глаз. Фанаты недовольны. Нас в Уфа не пустило с родными, российскими и футбольными знаменами. Нас в Уфе пустили с флагами. На стадион не пустили совершенно. Это глупо было. Уже на стадионе боевой дух у болельщиков помогает поддерживать патриотичный раскрас. Одним из обязательных условий прохода на стадион стал так называемый фейс-арт. На самом входе всех болельщиков встречают волонтеры-гримеры. Они наносят отечественный триколор на обе щеки, после чего я могу идти спокойно на трибуны. Спортсмены будто услышали пожелания болельщиков и подарили зрителям интересную игру. Уже в первом тайме счет открыли поляки. Гол забил Артур Собих. Следом на 21-й минуте российский футболист Шатаби Билов сравнял счет. Посреди матча стал накрапывать дождь. Не все болельщики оказались готовы к такому испытанию. Но все же настоящие фанаты остались на местах и ждали убедительной победы. Я пришел для того, чтобы победила сборная России. То есть благодаря вам она победила? Да, конечно. Мы ее поддержим. И я ее называю волшебной палочкой. Когда я прихожу с ней, сборная России обязательно выигрывает. Сегодня, я думаю, выиграет, да? Сегодня обязательно выиграет. И это произошло. Во втором тайме Денис Чернышев забивает два гола подряд. Поляки допускают ошибку. Из поля удаляют их центрального защитника Даниэля Лукасика. Этим преимуществом россияне воспользовались вновь. И забили четвертый гол. Виталий Федотов, Александр Черных, Александр Кесель. События ОТВ.